Шестираундовым поединком в суперлегчайшем весе до 55,2 килограммов. Встречайте в синий угол ринга боец из города Чапаевск, Россия, Александр Крошининников! Ну что ж, у нас следующая пара бойцов. Весовая категория до 55 килограммов 300 граммов. Александр Крошининников первым проследует в ринг. Молодой 25-летний боец. На его счету четыре боя, во всех четырех он одержал победы. Одна победа досрочная. Причем досрочная победа очень такая громкая в определенных кругах, можно сказать. Он победил у Рада Арсланова. Неожиданно даже какой-то степени. Да, было это в сентябре 2017 года. Олега, ты этот бой комментировал, я помню. Ожидал ты такого исхода? Вроде не ожидали исхода такого поединка, но оно вот так вот случилось. Ну что ж, Александр Крошининников успел громко о себе заявить в сентябре. Затем он победил по очкам Вимбета и Есова. Два этих боя с Есовым и Арслановым произошли в Екстеринбурге. А начал свою карьеру Красношейн в 16-м году. В июле месяце в Ториатте он выиграл по очкам у Гаррика Киваркяна. Родился в Уральске, в Казахстане. Проживает в Чапаевске, Россия. Встречали в красный угол ринга его соперника из города Ташкент, Узбекистан. Сардор Музафаров. Ну а сейчас появится соперник Александра Косношейна, Сардор Музафаров из солнечного Ташкента. Да, он профессионалом является не так давно, а точнее первый свой профессиональный бой он провел в апреле 2017 года. И этот бой у него единственный, в котором он лежал досрочную победу. Да, выиграл досрочно у Демьора Эргашева. Так что Сардор Музафаров в какой-то степени такая темная лошадка, летная вена. Но, как мы знаем, у многих боксеров из Узбекистана за плечами хорошая любительская карьера. Вообще, в принципе, боксеры из Средней Азии достаточно техничные, интересные. Посмотрим, как будет на этот раз. Да, и у нас в ринге два небитых проспекта. Да, у одного 3-0. 4-0, проще. Дорогие господа, представим вам соперника. С синему клубу боец из города Чапаевск, Россия. Ему 25 лет. Рост 168 сантиметров. Вес на взвешивании 56 килограмм 100 грамм. Профессиональный рекорд. 4 боя. Четыре победы, одна нокаутом. Александр Крошининников. Его соперник в красном углу боец из города Ташкент, Узбекистан. Ему 23 года. Рост 171 сантиметр. Вес 56 килограмм 500 граммов. Профессиональный рекорд. Один бой. Одна победа, одержанная нокаутом. Сардор Музаффара. Рефери Семен Стахеев. Господа боксеры, пожалуйста, слушаем. Мой команде внимательно не нарушаем тайну. Желаю удачи по углам. Готовы? Красный готовы? Судья? Судья? Судья, боксеры готовы. Бокс! Первый раунд. Ну что ж, первый раунд. Бойцов легко различать. В светло-синих трусах у нас Александр Крашенинников. И в черных Сардор Музаффаров. Александр представляет Россию. Сардор представляет Узбекистан. Весовая категория формально. Это первый полулегкий. Судья 55,3. По факту у ребят на взвешивании показали уже результаты. Более характерные для полулегкого веса. Заметьте, оба бойца хорошо плотно стоят на ногах. Плотно прикрыты руками. И я думаю, оба готовы к размену такой ему на средней дистанции. Начал поддавливать с первого раунда Сардор Музаффаров. Он так за блоком подходит. Причем подходит на удобную дистанцию достаточно быстро. Пытается его сдерживать периодически джебом. Крашенинников. Но Крашенинников много двигается на ногах. Смотрите, он старается не оставаться на месте. Ударил и почти всегда он смещается после нанесения удара. По корпусу попал справа Сардор Музаффаров. Но тут же ответил комбинанция Крашенинников. Это вот серия от Сардора Музаффарова. И успевает он убрать голову от встречных ударов Крашенинникова. Достаточно активно начали бойцы первый раунд. Вот ощущение такое, что почему не так часто выбрасывает удары Сардор. Наверное, он именно заряжается на такие силовые, мощные панчи. Да, вполне возможно. Просчитывает на точное попадание, на мощный удар. Все-таки шесть раундов. Дистанция поединка. О, здесь хорошо. Двоечка встретила Александра Крашенинников, соперника. Сардор Музаффаров на удобной для себя дистанции. Но пока действует одиночными ударами. Здесь серия в перчатке. Александр Крашенинников не является записным нокаутером. У него на четыре победы лишь одна досрочная. Но, кто его знает. Мурат Расланов, кстати, досрочно не проигрывал. До встречи с Александром. И первый клинч за поединок. Вот постоянно старается держать на джебе. Раслажданников Сардора Музаффарова. Вот и Сардор бьет прямые удары. На средней дистанции в основном бой у нас проходит. Заканчивается первый раунд. Смотрите, задвигался к концу раунда на ногах больше узбекский боксер. Ну и у нас первый раунд закончен. Боксеры расходятся на перерыв. Ну, на мой взгляд, первый раунд в таком плотном противостоянии прошел. Очень конкурентный, мне показалось, первый раунд. Больше бросал, наверное, все-таки Александр Крашенинников. Левый ударов. Но Сардор так где-то выцеливал, может быть. Но я видел, проходили удары по корпусу одиночные. Старался так жестко пить. Ну и то, что оба бойца работают... Для обоих бойцов удобно средняя дистанция. Обоим здесь комфортно. Мне кажется, что нас ждет зрелищный поединок. Но пока они, естественно, стараются не раскрываться. Пока еще там где-то за блоком. Может быть, оба не рискуют в какие-то моменты, больше перекрываются. Но я думаю, может дойти дело и до рубки. И это будет в ближайших раундах, я думаю. Ну что ж, второй раунд у нас начинается. Бакс! Второй раунд. Александр Крашенинников, Сардор Музафаров. Бой в первом полулегком весе. Сардор в черных трусах представляет Узбекистан. Александр представляет Россию в светло-синих трусах. Ну или в голубых. Заметьте, продолжает, продолжает идти вперед Музафаров. Поддавливая своего соперника, сталкивая его немножко так. Он также начинал, кстати, первый раунд. Прошел правый кросс через руку. Но в нужный момент достаточно легко успевает сместиться на ногах назад. Сардор. Музафаров пока настроен на такую точечную работу, на одиночные жесткие удары. Крашенинников выбрасывает больше. Бобс! Ну смотрите, вот встает Музафаров. Ждет момента, когда ударит. И сработал на опережение Крашенинников в предыдущем эпизоде. Да, Александр не стесняется. И очень достаточно хорошо начал он закручивать во втором раунде в правую от себя сторону, уходя от сильнейшей руки узбекского боксера. Опасно, опасно так пробивает по туловище несколько раз Музафаров. Здесь мажут оба. И опять Сардор старается поставить Александра к канатам. Не самая, наверное, удобная позиция для Крашенинникова. Ему вставать к канатам я бы не рекомендовал, по крайней мере, пока. Ну вот, ответ от Крашенинникова, может быть, не очень сильный удар, но точный, по крайней мере. Продолжает поддавливать Сардор Музафаров. Причем часто очень идет на своего соперника. Он без ударов, плотно прикрывшись руками за блок. Ну, там выбрасывает джеб Крашенинников. И, возможно, Музафаров хочет сконтрить и выбросить поверх джеба удар сразу же. Бокс. Вот здесь боковыми встречает Крашенинников Музафарова. Это промахнулся Александр, да. Просто вовремя поддорнул под руку под боковой удар Музафаров и промахнулся Александр. Ну, если первый бой в сегодняшней программе, где-то во втором-третьем раунде уже стал односторонним, то здесь пока явного фаворита нет. Вот опять хорошо по корпусу Музафаров. Смотрите, он дает Крашенинникову выбрасывать удары, выбрасывать в перчатки, в блок. И, может быть, где-то старается его подизмотать, чтобы вымахался Александр. И потом уже сам старается засадить очень жестко. Заканчивается второй раунд. Да, заканчивается он в таком очень плотном размене. И под гонг попадает справа Сардор Музафаров. Хорошая концовка второго раунда. Зрелищная. Посмотрим, как будет дальше. Пока действительно, я бы не выявил явного здесь фаворита, исходя из того, что мы увидели в двух раундах. Да, Крашенинников бросает больше. Ну и очень высокий темп, надо отметить. Бойцы постоянно в размене. Но Сардор, мне кажется, все-таки пожестче бьет. Еще четыре раунда, да, и тут будет, конечно же, как это бы не звучало, мы постоянно это говорим, функциональная выносливость выходить на первый план. Но это факт, что называется, медицинский в том числе. Поэтому из репортажа в репортаж, из трансляции в трансляцию мы так или иначе будем об этом говорить. Тут уж ничего не поделать. Быстрее, быстрее. Третий раунд из шести запланированных. Сардор Музафаров, Александр Крашенинников. Поединок в первом полулегком весе. Лисовая категория до 55 килограммов 300 граммов. И опять начал Музафаров то же самое делать, что и в первых двух раундах в дебюте. Подавливать, за блоком принимать на себя. Атаки, контратаки Крашенинникова. Затем подходить на удобную дистанцию и очень жестко работать. Здесь успел убрать от двойки голову Крашенинников. Поэтому удары пришлись так совсем вскользь. На мой взгляд, Крашенинникову надо... Не надо ему размениваться с Музафаровым. Нужно просто боксировать. И вот это движение на ногах должно быть постоянным. То есть выбрасывать удары, не заряжаться. Встречать, работать на опережении. Ну, мы видим, как раз, чтобы заставлять своего соперника больше выбрасывать удары. Музафаров идет на него, плотно прикрывшись за блок. Заставляет его больше работать по защите. И время от времени их очень четко проваливает на ногах. Мы видим, на челноке разрывает дистанцию. Пытает поймать его на контратаки. И продолжает прессинговать при всем при этом. И постоянно давит. А это, надо сказать, очень сильно психологически изматывает. Ну, вот это хладнокровие узбекского боксера. Оно так... Может, психологически тоже повлиять на Крашенинникову. С другой стороны... Ну, ему нужно все-таки больше вспомнить именно про бокс. Не заряжаться на удары, не лезть в руку, а боксировать. Вот мне где-то показалось, что Музафаров начал так передавливать Александра. Показывает, что удары Крашенинникова ему нипочем. Ну да, пока складывается такое впечатление, что помощнее бьет Музафаров. Но есть визуальное это впечатление, конечно. Есть, кстати, такое понятие. Ну, в английском языке это звучит термин как slow starter. Боксеры, которые начинают раскачиваться постепенно. То есть первые два-три раунда, они очень осторожны. А потом они с каждым раундом все сильнее и сильнее прибавляют. И больше и больше начинают работать. Ну, это, возможно, и есть то, что есть у бойца и у команды определенный план на бой. Возможно, Сардор как раз таки... Оп, хорошо сейчас поймал справа, вон Крашенинникова. Смотрите, с каждым раундом все интереснее и интереснее начинает работать на ногах Сардор Музафаров. Разнообразнее, точнее. Да, смотрите, корпусом, пожалуйста, уклончик. И тут же, тут же навстречу боковой. Вот даже поменял стойку узбекский боксер, попытался несколько раз плотно ударить с дальней руки с левой. Ну, видимо, под удар просто менял. А вот опять зашел сейчас левый боковой у Музафарова. Александр Крашенинников, к сожалению, для себя начал промахиваться. Ну, это такие признаки усталости. И опять двоечка на ближней в конце за Музафарова. Вот он начал, начал махать сейчас. Понимаешь, вот в этот момент надо уже как-то там-там, но смещение делал. Да-да-да, крест делал, бам-бам, идет же отсюда, сундафи. Ты еще не пытался. Да-да, крест делал, бам-бам, идет же отсюда, сундафи. Уважаемые друзья, у нас вторая половина этого поединка пошла уже. То есть шесть раундов запланировано в этом бою. И сейчас мы начинаем с вами смотреть четвертый раунд. И продолжает делать то же самое. Поддавливать, плотно перекрывшись, с Артуром Музафаровым и Александром Крашенинниковым. В каждом раунде удавалось немножко прибавить узбекскому боксеру и в количестве ударов, и в темпе, и где-то даже немножко в технических исполнениях. Посмотрим, есть ли ресурс у него еще прибавить в этом раунде. Ну и посмотрим, сможет ли поменять тактику Александр Крашенинников. Вот, кстати, по корпусу сейчас хорошо было у него справа. Мне кажется, может быть, стоит побольше уделить внимание работе по корпусу Крашенинникова. Вот здесь на ближний успевает просунуть короткий правый боковой Музафаров. Ну вот так немножко, я бы сказал, появился у Крашенинникова какой-то сумбур в действиях. У Зафаров очень спокойный, очень хладнокровный. Александр начал промахиваться, начал мазать. Мне показалось, даже где-то перестал немножко чувствовать свою дистанцию. В этот момент и пытается, пытается встать плотно на ногах Александр, но не удается ему это сделать. Все равно сталкивает его Сардор, идет вперед. Он, мне кажется, навязал свою, так сказать, свою манеру, навязал свои условия игры Сардор Музафаров. Навязал свой бок сейчас Александру Крашенинникову. И все чаще стал Александр клинчевать. Он как-то перестал на ногах, да, уходить в сторону. Он перестал смещаться на ногах, что вы видите со первых раундов, да. Пропускает опять левый боковой. В предыдущем эпизоде пропустил Крашенинников. И опять вот нашел эту брешь, по-моему. Левые крюки несколько раз точно легли в цель в исполнении Сардора Музафарова. Здесь все по перчаткам. И двойка от Музафарова тут же. Совершенно не бьет Крашенинников по корпусу. И, по-моему, вот эта дистанция, на которой проходит бой, средняя, теоретически ближняя, она больше удобна для Музафарова. А заметьте, коллега, как работает Музафаров. Когда он хочет, он идет на среднюю дистанцию. Когда нет, он начинает двигаться на ногах и смещаться. Вот как вот сейчас как раз так. Ну, то есть, у тебя, коллега, мнение, что, возможно, даже прочитал, да, он Александр? Вполне возможно, тактически где-то немножко похитрее, наверное, сейчас Музафаров. Четыре раунда позади. Если нам покажут углы боксеров, мы с удовольствием их послушаем. Четыре раунда позади. Пятая трехминутка в этом поединке. Сардор Музафаров против Александра Крашенинникова. Вторая пара сегодняшнего вечера. Первый полулегкий вес. В черных трусах Сардор Музафаров из Узбекистана. И представляющий Россию Александр Крашенинников. Его соперник в голубых трусах. Пошел вперед Александр Крашенинников. Смотрите, отходит к канатам Музафаров. Но ненадолго. Это первый раунд, когда так Музафаров начал активно двигаться на ногах, смещаться, отдает пространство. Не идет прямолинейно на своего соперника. Но вот, мне кажется, он решил так повытягивать из себя. Вполне возможно, да. Снова клич. Короткий. Сейчас попадает хорошо Сардор. Принимает контратаку Крашенинникова на блок. Проходит у Александра удар по корпусу. Практически очень мало бьет по корпусу. Вот сейчас. Чуть-чуть за локоть. Блок был на месте. Да. У Музафарова. Вот здесь, когда опускает руки, открывается Сардор. Здесь есть шанс у Крашенинникова. Может быть, более жесткий удар. Вот сейчас попал Александр справа. И да, задвигался. Смотрите, задвигался Сардор на ногах. Показывает работу корпуса. Вполне возможно, да. Где-то, может быть, и хочет немного сэкономить силы для заключительного шестого раунда. Или, возможно, планирует поймать своего соперника навстречу. Но он показывает, что у него все хорошо с физическими кондициями. И успевает, успевает. Вот сейчас попал, кстати, своим ударом Александр. А до этого успевал смещаться вовремя на ногах Музафаров. Ну да, он так поменял в пятом раунде тактику немножечко. А вот здесь немножечко, да, подсостоялся Сардор и там прошел удар у Крашенинникова. Александр молодец. Если есть шансы, если соперник позволяет, надо этим пользоваться. Концовка пятого раунда в атаке Крашенинников. И контратак от Музафарова. Постепенно стал заполняться зал дворца игровых видов спорта «Уралочка» в Екатеринбурге. Я думаю, что на мейн-карте к главным боям практически не будет свободных мест. Берег, суету прибавить? Последний раунд пожать руки. Окей. Давай уже. Берег, быстренько. Удары надо прибавить. Нормал какие-нибудь? Берег, да. Берег, бери. Нет, нет. Побыстрее. Пожали руки. Друзья, у нас заключительный раунд до этого поединка. Александр Крашенинников с Ардор Музафаров. Первый легкий вес. Пошел вперед Александр Крашенинников. Все правильно. Если уж кому и рисковать, то ему в первую очередь. Да, он понимает, что проигрывает. Возможно. Очень активно. Смотрите, с первых же секунд раунда рванул вперед Крашенинников. Причем пошел с ударами. И так кое-где начал клинчевать уже с Ардор. Такое дело, что удары пока у Александра по большей части в воздух. Он не достает. Да, нет таких мощных точных попаданий. Вот сейчас было попадание. Ну, не выглядел потрясенным узбекский боксер. Тут же вяжет, тут же клинчует. Вот смотрите, только выбрасывает руку Крашенинников. Тут же ныряет в Ардор Музафаров. Он уже, в принципе, можно сказать, предугадывает, когда будет бить соперник. О, здесь хорошо встречает. Ну и пропустил сам левый боковой Савдор. Да, здесь достал Крашенинников Музафарова. Ну и это Шан, да, попробует зацепиться за это попадание. Ну, уже рубиться уже, потому что шестой раунд, то что называется, пан или пропал. Ну, вот здесь инициатором клинча, наверное, больше является узбекский боксер. Ну да. Савдору, может быть, даже не нужно менять тактики, а стоит быть просто повнимательнее где-то. Вот сейчас, смотрите, достал слева боковый Музафаров Крашенинникова. Александр пошел практически, если не в последний, то в предпоследний штурм. Стоп! 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 Настроен, настроен хорошо. Александр молодец, использует все те моменты, которые у него получаются. Ну, а Сардор так снизил обороты, меньше идет в рубку. Больше стал, возможно, он считает, что сделал больше для победы, но было попадание сейчас от Сардора. Последняя минута раунда, дорогие друзья. Вот здесь попал слева Крашенинников, кстати, и тут же отвечает Музафаров. Кардинально оба изменили бойцы свою тактику. Теперь идет, прессингует вперед Крашенинников, и так двигается на ногах больше Сардор. Вот смотрите, кстати, да, Сардор показывает, что ноги-то у него неплохие. Да, что в нужный момент он может включить и подвигаться, не дать в себя попасть. Но здесь заигрываться не стоит. Крашенинников понимает, что у него последний шанс, и он сейчас, наверное, опасен, как никогда. Другое дело, что донесенные удары и удары, которые он выбрасывает, не всегда одно и то же. Плотный размен под конец раунда и гонг. Да, ждем судейское решение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А что ж, дорогие друзья, слушаем судейское решение Еще раз поаплодирую боксерам за волю в победе Итак, обратимся к судейским запискам Судья на малозоне 58-56 музафарок Судья о копцах 60-55 крошелинников У нас сплит, дорогие друзья Судья Каринкин, 58-56 победу раздельным решением судей одержал Александр Крашенинников Ну вот так решили судьи Раздельным решением судей, да Победа достается Александру Крашенинникову Ну, возможно, здесь сказалось большое количество ударов, которые внес Александр И, может быть, заключительные раунды Поздравляем победителя Но, тем не менее, большое-большое уважение его сопернику Хороший, хороший поединок для него В принципе, показал себя хорошо Может быть, нам надо было раньше начинать где-то Что ж, ждем следующую пару бойцов Субтитры создавал DimaTorzok